Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Цели и перспективы развития военно-промышленного комплекса страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Барановический авиационный ремонтный завод. Белорусские СМИ сегодня. Тенденции и перспективы. В Бресте состоялась встреча журналистов с министром информации Олегом Пролесковским. Праздник двух братских народов. День единения отметили на этой неделе Беларусь-Россия. В четверг в городе над Бугом состоялся долгожданный концерт российской рок-группы Би-2. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Новый этап развития оборонно-промышленного комплекса наступает в Беларуси. Об этом, а также о его нынешнем состоянии и перспективах развития организации оборонного сектора экономики, шел предметный разговор 2 апреля. Во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах. Какие проблемы в отрасли существуют сегодня и какие шаги необходимо предпринять для их решения? Ответы на эти и другие вопросы в первом материале выпуска. На 558-м авиационном ремонтном заводе президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлый раз был в 2003 году. С тех пор здесь произошли разительные изменения. Чистые и просторные цеха, новое оборудование, а главное – рентабельность. То, что здесь делают, нельзя назвать просто ремонтом. Самолеты и вертолеты на выходе совсем другие. Повышенная надежность и жизнеспособность. Совершенно новые боевые возможности. А потому активно сотрудничают с нами другие страны. Наши специалисты востребованы на рынке. Фундамент такого положения был заложен более 10 лет назад. И сегодня можно смело говорить о перспективах развития. Первый этап, когда вами был издан указ в 2013 году, позволил остановить разбазаривание, раздергивание предприятий ГУСАНФРОМА. Следующие 5-7 лет были посвящены стабилизации. И вот сейчас мы работаем, именно нашли свою нишу над увеличением экспорта. Президент в целом положительно оценил работу завода и всего оборонного комплекса страны. Но подчеркнул, что заниматься только модернизацией и ремонтом существующей техники бесперспективно. Необходимо делать шаг вперед и самостоятельно осваивать выпуск новой, востребованной на рынках продукции. В нашей стране можно и нужно выпускать и самолеты, и вертолеты. Площадка для этого есть в Орше. Потенциал имеет и завод в Барановичах. Одним из пунктов повестки дня главы государства также была встреча с трудовым коллективом завода, где президент честно и откровенно ответил на волнующие вопросы, а также высказал свое мнение о том, что такое армия для любой суверенной страны. Армия, как показали последние события, для любого государства нужна. И теперь уже меня в Беларуси, наверное, только дурак может критиковать за то, что я уделял большое внимание развитию вооруженных сил. Все же считали, что нам армию в Беларуси не имеют. Ну что там, Эстония не имеет, Латвия не имеет, и Литве нет. Зачем нам армию? Наказывается, она нам нужна. И слава Богу, что мы в ногу, насколько мы могли, с последними событиями шли. Мы не агрессоры, мы воевать ни с кем не хотим. Но если кто-то сунется, мы должны быть готовы нанести этому агрессору неприемлемый ущерб, чтобы он понимал, что если мы туда сунемся, ущерб будет страшный, неприемлемый для него, поэтому лучше туда не есть. Вот это наша доктрина. Только оборонительная доктрина. Военно-воздушные силы мы должны держать в исправном состоянии, чтобы не повторился опыт печальный наших братьев-украинцев, когда надо было воевать, армии оказалось нет. Вроде 250 тысяч, как мне Янукович говорил, у него штыков было год назад, а когда коснулось, армии нет. Это касается и самолетов, и вертолетов, и противовоздушной обороны и так далее. Вот чтобы этого не было, мы должны кормить своего солдата и беречь свою армию. Самое главное, вы знаете, и момент сегодня такой, надо воспользоваться, нам надо идти дальше. Нам надо создавать самолет. Пусть не свой, белорусский, но активно участвовать в кооперации с Россией и другими государствами по строительству самолетов. Сегодня одно государство, даже самое богатое, ну, наверное, американцы там, воинги создают, и гражданские, и военные, но они очень богаты. А Европа создала свой аэрбаз, но это несколько стран, семь, говорят, стран, участвуют, крупнейших стран, в создании этого самолета. Поэтому замахиваться на то, что мы создадим свой самолет гражданский или военный, не нужно. Потому что если и создавать, это надо самые передовые создавать, чтобы вооружаться передовыми, а тем более продавать на рынке. Видимо, эта ноша очень тяжелая, мы ее не потянем. У нас для этого нет возможностей. Средств денежных, да и людей. И вообще, наверное, не нужно ставить такую задачу. А вот часть самолетов, кооперации, допустим, с Россией и так далее, мы должны создавать. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сегодня средства массовой информации играют доминирующую роль в формировании мнения населения о явлениях и событиях как в своем государстве, так и в других странах. Благодаря интернету медиапространство стало не просто широким, а общедоступным. Каждый выбирает информацию для себя. Рынок стал определяющим показателем в шкале развитости и актуальности СМИ. Меняется общество, а следовательно, должна реформироваться и пресса. Для того, чтобы обсудить насущные проблемы современных средств массовой информации, на минувшей неделе город над Богом посетил министр информации Республики Олег Пролесковский. В течение нескольких часов были рассмотрены вопросы развития региональной прессы и белорусской журналистики в целом. Подробнее в материале Анастасии Наздрин-Плотницкой. СМИ сегодня не просто способ распространения информации, а настоящее оружие 21 века. Это неоднократно говорилось во время встречи министра информации Олега Пролесковского с сотрудниками ведущих областных берестейских газет «Заря» и «Народная трибуна». Наступность современной прессы помогает гражданам многих стран мира получать нужную информацию, даже не выходя из дома. Меняется читатель, зритель, слушатель. Вместе с тем совершенствуются и подходы к подаче материалов. Сегодня белорусская пресса идет в ногу со временем. Однако это не повод для того, чтобы расслабляться. Сказать, что там где-то впереди планеты все – это неправильно. Но мы идем точно в ногу со временем. У нас очень приличные и телеканалы, и газеты. И вы знаете, они, как там, соответствуют потребностям наших людей. Визит министра информации Олега Пролесковского в Брестский регион – это один из пунктов плановой работы со средствами массовой информации. Совместными усилиями, как известно, можно достигнуть определенных высот и результатов. Повысить самоокупаемость региональной прессы, разнообразить ее интересными темами и привлечь к ней людей самого разного возраста. Сегодня, подчеркнул министр, региональные СМИ сделали большой шаг вперед. 70% изданий вышли на самоокупаемость и имеют возможность выходить в полном цвете и с большой полосностью. Значительно увеличен их объем, повысилось качество как информационных, так и аналитических материалов. Олег Пролесковский напомнил берестейским журналистам о том, что сегодня рейтинги доверия к СМИ довольно высоки. Стоит лишь постепенно укреплять материально-техническую базу изданий. Таких газет, как «Боевой листок» сегодня в Беларуси нет, уверен министр информации. Районная и региональная пресса – это зеркало председателя райисполкома или облсполкома. Я знаю, что, допустим, на Брещене Константин Андреевич очень трепетно относится к СМИ. Это правильно так должно быть. Областные газеты – это все-таки такие устоявшиеся, с традициями, и они уже более-менее такие устоявшиеся. Областные газеты «Заря» и «Народная трибуна» находятся на довольно высоком профессиональном уровне. Это главные общественно-политические издания «Берестейщины». Газеты освещают вопросы сельского хозяйства, политики, экономики, культуры, социальные и общественные проблемы. Основной акцент в материалах обращен на поиск внутренних резервов и эффективное их использование в животноводстве и полеводстве, на внедрение новых технологий, укрепление союза науки и практики, повышение роли человеческого фактора, развитие творческого потенциала молодежи. В Брестской области и в Бресте, в частности, конкуренция среди прессы довольно высокая. Возможно, это является определенным фактором формирования высококачественных изданий. В Бресте самая высокая конкуренция печатных СМИ. Поэтому, в принципе, здесь печатная журналистика, она всегда была на высоком уровне, поддерживалась. Потому что из нашей «Зари», именно выходцы из «Зари», они потом организовывали другие газеты здесь, в Бресте. Такой конкуренции нет ни в одном областном центре. Поэтому Брестская журналистика, она всегда была немножко впереди, чем в других областях. Но я надеюсь, что эта тенденция сохранится и в будущем. Анастасия Назринплотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. 18 лет назад, 2 апреля 1996 года, Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор об образовании сообщества России и Беларуси. 2 апреля 1997 года был подписан договор о Союзе Беларуси и России, давший новый импульс белорусско-российским интеграционным отношениям. Этот документ послужил началом возрождения крепких и глубоко уважительных отношений между двумя братскими народами. Сегодня союзное государство по праву является примером и основой объединительных процессов на постсоветском пространстве. В очередной раз напомнить о главном в отношениях двух народов и держав. На текущей неделе собрались в областном общественно-культурном центре представители администрации города, консульства России и гости. Виктория Драгобецкая продолжит тему. Таможенный союз – единое экономическое пространство, а в перспективе Евразийский экономический союз. Современная Беларусь постоянно совершенствует механизмы взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом на торжестве говорили представители администрации области и консул-советник Российской Федерации в Бресте. Общая история культуры, соединившая Россию и Беларусь на протяжении многих столетий, предопределили серьезные партнерские отношения, которые сегодня продолжают активно развиваться. По итогам 2013 года внешнеторговый оборот Брестской области и Российской Федерации составил около 2,5 млрд долларов США, или 112% к уровню 2012 года. В целях развития всесторонних межрегиональных контактов областью заключены соглашения о сотрудничестве с 19 регионами России. Наши субъекты хозяйствования проводят активную деятельность по расширению ассортимента, улучшению качества продукции, созданию объектов товаропроводящей сети. Сегодня пути сближения двух народов включают решение вопросов социальной сферы, развития промышленности, а также рынков сбыта. С целью их расширения в России функционируют торговые представительства таких крупных субъектов хозяйствования, как Пинск-Древ, Санта-Бремер, Инкафуд и многих других предприятий области. В прошлом году на территории Братского государства было проведено 12 выставок-ярмарок товаров производителей Брещины. Кроме экономических и торговых связей, державы активно развивают культурные отношения. В Бресте общественно-просетительской и культурной работой занимаются представители русского общества. В этом году будет у нас День славянской письменности и культуры, то, что мы проводим совместно. Ну и кроме того, готовимся в этом году 10-й юбилейный Всебелорусский фестиваль национальных культур в городе Гродно, который проводится Министерством культуры Республики Беларусь. Русское общество вместе с другими национально-культурными объединениями всех национальностей, проживающих в республике, участвует в этом мероприятии. Для граждан Братских Республик этот день не просто дата в календаре. Сегодня россиян и белорусов роднят общая история, культура и, самое главное, искреннее стремление к объединению усилий и возможностей для благоприятного экономического и политического развития двух независимых государств. И хотя историкам, политологам и философам еще предстоит по-настоящему осмыслить значение этого дня для судеб миллионов людей, уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что День Единения – праздник, наполненный для каждого из нас своим смыслом. Те люди, которые рождены, были в СССР, разорвать их сегодня на куски невозможно, они должны быть все равно вместе. Потому что сегодня Белоруссия имеет своих родственников во всех по существу республиках. И в Белоруссии живут родственники тоже со всех республик. Поэтому сегодня говорить о каких-то разрыве Республики Белоруссия с Россией – это практически невозможно. Союз России и Белоруссии – это предсказуемый шаг в истории народов, которые с давних времен имеют тесные исторические, культурные, духовные, политические и экономические связи. Определенные сложности временами возникают, однако в целом динамика развития положительная. Ведь в отношениях стран и народов важную роль играет взаимопонимание, а оно между белорусами и россиянами есть. Жизнь убедительно показала, что союзное государство – это правильный и один из наиболее перспективных путей развития нашей государства и народов, который осуществляется последовательно и планомерно по всем направлениям интеграции. Как в экономике, так и в социальной сфере получены важные практические результаты в интересах граждан Белоруссии и России. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Другим темам. История охраны государственных границ насчитывает уже больше тысячи лет, и во все времена защитники рубежей государства были неотъемлемой частью армии любой страны. Именно пограничники Брестской крепости первыми встретили врага в июне 1941 года. 62 отряда приняли на себя колоссальный удар недруга и проявили невероятную стойкость. На днях в Музее боевой славы школы номер 31 города Бреста во время тематической экскурсии ученики начальных классов узнали о героическом подвиге солдат и офицеров Советской армии во время Великой Отечественной войны. Завершающим аккордом мероприятия стала агитация детей в кадетский пограничный класс, который вскоре будет создан на базе средней школы номер 31. Подробности в нашем следующем сюжете. Для юных учащихся экскурсии в Школьном музее боевой славы проводятся ежегодно. На своеобразных экскурсах в историю защитников страны дети узнают о том, какой вклад внесли в победу в Великой Отечественной войне подпольщики и партизаны. Патриотические стихи, военная хроника и проникновенные рассказы о ветеранах и воинах-интернационалистах. Экскурсия в Музее боевой славы является одним из важных мероприятий по формированию патриотизма у подрастающего поколения. В школе проводится ряд мероприятий. Это встречи с ветеранами, конечно же. У нас прослеживается давнешняя многолетняя связь с ветеранами. Они являются постоянными друзьями нашей школы. И хочется сказать, что в школе ведется и большая работа патриотической направленности, когда мы готовим мемориальный отряд, который несет почетную вахту в Брестской крепости Герои на посту номер один. Мы гордимся тем, что на протяжении 10 лет наш отряд входит в десятку лучших отрядов города. Кроме детей, на мероприятии в Школьном музее боевой славы присутствовал представитель Института пограничной службы Республики Беларусь Андрей Осаприлко. После экскурсии пограничник рассказал ребятам о премудрости в службах защитников государственных рубежей, важности этой нелегкой, но нужной профессии, а также необходимости создания в пограничном городе пограничного класса. Наша страна в силу своего геополитического расположения нуждается в органах пограничной службы для того, чтобы защищать внешние границы не только нашей страны, но и союзного государства. Тем более Брест, даже это удивительно, я бы сказал, что в Бресте до сих пор нет кадетского класса пограничной направленности. Это пограничный город, издревле находившийся на государственной границе, и я считаю, что это обязательно, чтобы в Бресте был кадетский класс именно пограничной направленности. Часто с профориентационными беседами наши бывшие выпускники приезжали в школы и рассказывали об институте пограничной службы и о службе на границе. Но, естественно, девчонок и мальчишек романтика пограничной службы всегда захватывает. Не всегда они знают о трудностях этой службы, но, тем не менее, живя в пограничном городе, многие наши ученики часто бывают на экскурсии на 11-й погранзаставе, посещают музей Андрея Кижеватова, посещают экскурсии в Брестской крепости. Особенно ребят захватывает служба кинологов. Сотрудничество руководства школы и института пограничной службы послужило своеобразным толчком для создания кадетского пограничного класса, первого в Бресте. И надо сказать, что у будущего оплата защитников государственных рубежей есть свои почитатели, которые уже сегодня желают вступить в ряды пограничников. Недавно на уроке мы читали о защитниках Брестской крепости, о том, что первый удар приняли пограничники. Я узнала, что это очень трудная и ответственная работа. Когда я езжу за границу, я вижу, как работает пограничная служба. И сейчас у нас в школе открывается класс, где можно узнать об этом побольше. И ты хочешь в него вступить? Да. Нет сомнения в том, что таких, как маленькая Ира, желающих узнать об истории пограничной службы и ее бравых солдатах, будет больше. Возможно, кто-нибудь из этих ребят пополнит ряды стражей границ, которые всегда готовы первыми принять на себя удар, чтобы защитить своих сограждан от надвигающихся опасностей. Летом с которыми можно быть уверенным – граница на замке. Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В Бресте отгремел долгожданный концерт знаменитой российской группы «Би-2». В поддержку нового альбома «Спирит» музыканты запланировали выступить в Беларуси только два раза. «Город над Богом» стал первым в списке гастрольного тура по нашей стране. Несмотря на то, что музыканты в Бресте – гости нередкие, поклонники торопились купить заветный билет на концерт заранее. Оценила песни из нового альбома и послушала знаменитые и полюбившиеся хиты группы и наш корреспондент Кристина Купрякова. Группа «Би-2» уже давно завоевала сердца зрителей во многих странах мира. В Бресте у музыкантов тоже немало ярых поклонников. На очередном концерте, который состоялся на дня в городе над Богом, музыканты выступили в поддержку последнего альбома «Спирит». Студийная пластинка коллектива стала восьмой за весь период их творчества. По словам критиков, «Би-2» создали идеально выверенный хитовый электророк с мощными глубокими текстами. Вся наша жизнь никогда не мог. Я еще не один, но для себя просто никто. Мне нравится больше старые песни, то есть новое творчество, я не очень в курсе просто, а вот старые такие хиты, которые все знают, то есть там, не знаю, Варвара, там, Скользкая улица и так далее, то есть это мне очень нравится, поэтому это будет бывать точно и рада, что пришли. Помимо музыкальных композиций, вошедших в альбом, музыканты исполнили старые добрые хиты. Слова таких известных песен, как «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Моя любовь» знал и подпевал практически каждый зритель. Невероятный посыл музыканта ввел публику в полную нирвану. Я и пришел сюда для того, чтобы подпеть. У меня очень много любимых песен, «Би-2», очень много. Вот одна из последних, это вот «Легион», насколько я знаю, это «Би-2» вместе поет с Кипеловым. Ну, Кипелова здесь нету, «Би-2» есть, но вот я ради этого здесь. На концерты не первый раз, они наши частые гости, к одню города приезжали, а песни слушаю сначала их творчество. На электрическом концерте музыканты выложились по полной, а по-другому и быть не могло, ведь они настоящие профессионалы и уже давно заняли почетное место в сердцах поклонников всех континентов. В основном слушала все их альбомы, за всем творчеством слежу. Мне кажется, что «Би-2» это классика русского рока, и надо уважать такую музыку и все время ходить на такие концерты. Любимая песня есть? Да. Ну, в основном вот эти песни «Варвара», «Дурочка», все такие вот, которые побыстрее. Очень себя полюбила, запала в душу. У них есть и депрессивные, конечно, песни, но у меня вот просто, группа для меня просто, у него завораживающий голос, но он классный. Двухчасовой концерт с переполненным танцполом и горящей поддержкой трибун запомнится брестской публике надолго. Музыканты зажгли огонь в глазах зрителей и зарядили позитивными эмоциями каждого неравнодушного к их творчеству. Сегодня «Би-2» отыграет концерт на Минской арене, после чего отправится в тур по России и Казахстану, где музыкантов ждут еще целое полчища, искушенные их творчеством зрителей. Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В воскресенье 6 апреля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы. Осадки не прогнозируются, потеплеет. Ночью ожидается около 0 градусов. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов со знаком «плюс». В понедельник 7 апреля сохранится влияние теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. А в северных и северо-западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В ночные часы пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем 9,11 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин